Спонсор показа – наш интернет-магазин умабук.ру. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта умма.ру. Есть известное мусульманское высказывание. Все знают, но насколько применяют вопрос, конечно. И вот здесь я как раз и написал утром себе. Я живу правилом, правилом на практике. «Имей планы на сто лет, но помни, что каждый новый день может быть последним». «Имей планы на сто лет, но помни, что каждый день может быть последним. Поэтому я спокойно летаю на самолетах. Хотя я сталкивался с людьми, которые боятся, взрослые люди, они боятся летать на самолетах. Потому что на каком-то этапе они столкнулись с движениями самолета, которые их напугали. И даже в этом году обычно я не люблю ездить между городами. У меня есть права, нет авто, но мне тут нужно было детей отвезти. За два дня я проехал 1200-1300 километров. И вот ты едешь, я в свое время много водил с 98 по 2010, 12 лет. Я знаю психологию водителя. И вот ты едешь по дороге, в том числе, когда темно. То есть я сам, то есть да, я от себя за вещи делаю. Я вижу, люди меня обгоняют на 100 километров в час, я еду там 70, как положено. Уже ничего не видно. Это просто там леса, поля, там нет освещений. И думаешь, идиот, куда ты 100 километров едешь, резкий поворот, и даже не успеешь повернуть. И даже супруга, смотри, на каждом повороте могилка, могила, и вот там цветы такие кладут. И вот ты едешь, и постоянно видишь эти могилы, именно там, где повороты. Конечно, я 100 километров не еду, зачем? Я сам себя в Коране говорится, сами себя своими руками в опасность не кидайте. Я не еду 100 километров в час, не вижу в этом смысла, это опасно. Но в то же время я вижу фуры, самые разные, которые в том числе идут навстречу. Там они от тебя вообще ничего не оставят, если заснет человек. Которые едут сзади. Иногда бывали фуры наглые, которые прямо перед нами. Чего только нет, это огромный фур. Ты на маленьком таком автомобиле, это огромный фур. И во всех этих ситуациях страх не должен управлять тобой. Ты должен быть спокойно готов к тому, что чуть-чуть проедется, ну и ладно. Ну, значит, жизнь закончилась. Но ты спокойно, ты ведешь спокойно, ты не нервничаешь. Поэтому здесь я написал утром. Кричать на митинги, хаять других власть или публичных людей – это не смелость. Это трусость. Причем в самой такой мерзкой ее форме. Смелость – это самоотверженное трудо годами и десятилетиями. Без ожидания благодарности и чего-либо взамен. То, что сейчас кто-то меня оскорбляет и так далее, на той же самой моей страничке тренер.лайф, это меня касается? Нет. В какой-то степени мой внутренний голос может сказать. Он как бы начал было говорить, что ты столько делаешь полезного контента. Я даже несколько посмотрел, мой подписчик. Ну, пишет, такие-то вообще. Я говорю, как можно быть подписчиком того, которого ты так вот можешь оскорблять? Как? Ты хоть чуть-чуть совесть свою там из себя слышишь вообще? Но в том-то и дело, что во всех этих случаях, когда ты сталкиваешься с одним, с другим, с третьим, плохим. И каждый из вас сталкивается. Кто-то видит неблагодарность своей жены, кто-то видит неблагодарность детей, жена видит неблагодарность мужа, начальник видит неблагодарность подчиненных, подчиненные видят неблагодарность начальников. Мы это видим постоянно. Почему? Да люди не благодарят даже Всевышнего. Почему они должны благодарить вас? И если вы на самом деле Вы делаете то или иное Хорошее пред Богом Почему вас должно задевать То или иное от людей Исходящее Не должно, вы же это делаете не для них Поэтому от них благодарности не ждете Вы какими-то грязными словами Не оскорбляетесь Нет, это только их касается Если вы что-то делаете хорошее Если на самом деле Делаете хорошее пред Всевышним Тогда Вы спокойно продолжаете его делать дальше Пока есть возможность И здесь я написал Уехать от проблем Или смерти Невозможно Нужно смотреть им в лицо И делать от нас Зависящее Вы помните Вот эта ситуация С тем, что Хотели обыски Пять лет назад было У меня дома Я это узнал Я это подтвердил для себя Мой внутренний То есть вот это такое Интересное Я это в себе никак не собираюсь погребать Я с вами буду об этом говорить Абсолютно ничего Не опасаясь Не боясь Но я для себя отметил Что если раньше я вставал в 6.20 То тут я начал вставать в 5.20 Мне супруга потом отметила Помнишь, ты этот Я всегда хотел в 5.20 вставать Но видно на подсознательном уровне Организм так Обычно же рано приходит Чтобы тебя забрать Но мне-то хорошо От этого Только влага Мой день Рабочий день Еще раньше стал начинаться Субтитры сделал DimaTorzok